Добрый вечер. Значит, если священно достоин у нас, то в любом случае шабатная тема, она не заканчивается, она так и так, то есть меня просили как бы другие темы, тема Кашута, вот, такое предложение было поступило, то есть надо будет обсудить. В любом случае, как бы то ни было, ну, какие-то моменты шабата нужно будет вкраплять, потому что шабаты каждую неделю, понимаете, и если человек не постоянно находится на вот этом ощущении того, что мне нужно быть внимательным, это все уходит, это притупляется, это все уходит, и жалко, жалко, потому что трудились, старались, вот, и так, чтобы действительно каждый шабат мы были готовы. Кстати, по этому поводу хотел вам сказать несколько случаев, которые у меня спросили на этой неделе, начиная с среды последнего урока, несколько моментов. Один из них очень такой интересный, у меня довольно задачу, привязать себе ситуацию, так, то, что связано с отбором. Отбором. Есть три книги, три книги, они лежат не упорядоченно, скажем так. Те книги лежат вот таким вот образом, вот так, допустим. Так, примерно вот таким. То есть, набаленно, но, ну, вот, как бы не очень, не слишком, вот так вот примерно. Вы знаете, как это, как это неудачный костер такой, знаете, да, 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 да. То есть, что делает человек, кстати, это вопросы вашего мужа, да, 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 у него вопросы, молодец, просто молодец. Это он, это он спрашивает такое, я беру одним движением, я не знаю, мне подастся, подастся делать, одним движением я делаю вот так вот. В порядке? Да. Да, теперь. А что за проблемой? Так, нет, ну, так вот я сделал, так. Теперь он спрашивает, могу ли я, теперь уже, когда у меня они упорядочены, да, положить каждый на свое место. То есть, еще раз, понимаете, одним движением он просто их собрал. Да, одним движением он так сделал, так, чтобы они были, да, одним движением собрал. Теперь он хочет каждый из них поставить на место. А у нас случилось, что надо вручить посолок, без книги, и так вы вообще не сделали? Попользоваться каждым. Да, 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 да. Вы правы, это действительно, 맞아, тогда действительно нет проблемы это сделать, вот. Просто могут быть без этого, хорошо, вас нужно быстренько убрать книги. Здесь за столом сейчас будет нужно готовить трапезу. Книги здесь, книги там быстренько убрать. Сейчас каждый посток читать, это, нет времени, да? Вот, бывает все звонировки. В Э месте там вообще, там есть такая тележка. И грамм на нее собирает книги, и потом уже их распределяет. Вот как раз мы это спрашиваем здесь. Есть ли здесь проблемы? То есть когда он уже сделал? Вот он сделал. Так, почему? Почему можно было? Вспоминайте, это как раз трехгодичная давность вопроса. А то, что мы учили, что даже если вещи нужно раскладывать в места, если они сложные? Сложно. Нет, прежде всего, первое правило отбора. Какое нужно сразу вопрос вводить? Первое правило отбора, сразу вводить. А если это смеси? О, смеси-то или не смеси? Миураб, это или не миураб. Прежде всего, это называется смесь. Так вот, вот так вот. Мы говорили всегда, смесь начинается с того, что у меня один слой на другой заходит. Как только он не заходит, у меня смесь. Это смесь, это слои. Есть немножко момент такой в отношении Мишны Бруры, разногласия мудрецов, насколько действительно он это полагается. Но я, по крайней мере, слышал так от своего учителя, что шаховод, в принципе, это не смесь. Это шаховод между слои. Слои это не смесь. Поэтому можно брать. И уже потом, уже следует того, что на курочке видно, что написано. Я так и так различаю эти вещи, что они различимы сам по себе. Вот, и поэтому я могу их забирать. Но прежде всего, начинается, что это слои. Там с этого момента начинается. Вот, получается, когда у человека было сначала второе, он одним движением это делает вот так. Он брал смесь и сделал шаховод. Это еще не распределение, потому что это просто шахов, которые удобно взять. Здесь просто по-другому ты книги, которые по-моему, ты их не возьмешь. Просто шахов, которые я должен взять, иначе не упадут. Так, так, хорошо, хорошо. Я взял это даже, просто чтобы было легче было взять. Легче было взять. Хорошо. Теперь что вы говорите? Да, я знаю, потому что было такое еще в куче. То есть если все вещи лежали в куче, нельзя было их так разбросать. Правильно. Нахван, нахван. То есть нельзя уничтожить смесь, как бы. Нельзя это, нельзя расставить смесь, то есть как бы разобрать смесь. Нельзя разбирать, когда таким рассеиванием. Это верно. Вы обе говорите здесь правильное направление. Как раз оба этих направления я и думал. Я думал как раз оба направления. Я говорил то, что вы, что здесь человек, нет в него цели сделать работу здесь. Нет в него здесь цели сделать работу. Он собирает, потому что просто так удобно держать. Вот. Это получилось так, что он ничего не распределяет. Он не распределяет это на место, это на место, на место. Он просто соберет это в удобной форме. Второй момент, это то, что вы сказали, что у человека, у него здесь прежде всего, когда он делает действие из кучи, рассеивает ее, действительно здесь мы говорим исправление кучи, когда он рассеивает ее. Это указано в Гамаре, это указано в Аллахе, о том, что так нельзя делать, только если он только делает, чтобы показать свою широкую руку. Мы же так вилки выбирали. Как мы выбирали вилки? Мы рассеяли, чтобы было бедно вилку. Мы рассеяли, чтобы так разобрать, нет? Не разобрать, мне нужна была вилка. Это другое дело, вы берете вилку, может быть, вы говорите, когда помыть, либо просто взять эту, чтобы использовать. Нет, у меня коробка, я не вижу вилки, так я не могу ее искать, мы ее разбрасываем. Это как священное. Вы спрашиваете, как разбрасывать кучу? Нет, разбрасывать кучу мы сказали в итоге, что нельзя. Что мы делаем, мы говорили, что мы вытаскиваем кучу, допустим, из полки, когда у меня есть полка, у меня там куча, так, не разобранная. Я могу ее вытащить, чтобы не было видно, и я могу в этой куче увидеть то, что мне нужно, и ее потащить. И ее разбрасать. Вот там все дела. Разбрасывать, мы говорили на уроке, есть запись, так что можно проверить, что разбрасывать нельзя. Только в одном случае это разрешается, когда человек показывает, что у него просто широкая рука, допустим, у него там много яблок, и он перед гостями их разбрасывается. Так, гмаран, прямо сказан случай, он принес там, как бы, какие-то фрукты, и просто перед гостями так разбросал их, показывает как бы широкую свою руку. То есть, пожалуйста, я щедрый. Но если это дело того, чтобы разобрать кучу, то гмаран об этом говорит, что это нельзя делать. Мы говорили об этом, поэтому сказать, что кучу нужно вынуть, не разбрасывая ее. Был такой, мы как бы обсуждали этот момент, но в итоге, как бы, мы сказали, что это нельзя делать, вот, потому что потом говорит, значит, гмаран. Вот, можно что вытаскивать из кучи, то есть, как вытаскивать, когда я вижу то, что мне нужно ее потянуть. Опять-таки с намерением его использовать, да, заранее думаю, что я его сейчас буду использовать. Вот, теперь, здесь это обратный момент, да, что у меня была вот такая куча, я ее просто, не то, что не обратно, но, по крайней мере, я просто собираю упорядоченную вещь. Не разбрасываю, наберет, собираю. Так, вот, и поэтому из-за этих двух моментов мне казалось, что здесь не должна быть проблема. Я все-таки пошел спросить Урабос, как его мнение. Он сказал однозначно, что его мнение здесь есть проблема. Вот, на то, что вы сказали, так, он сказал так, я не намерен делать, он говорит, да, не намерен, не намерен. То есть, ты, получается, делаешь работу, малаху, не намереваясь, как бы, деменужные результаты. Так, ну, это называется психрейш, по крайней мере. То есть, я не собираюсь... А? Вот, Катя, вот это вот мне никогда не понятно. Так, что мы учили РФО с кровью. Так. И мы разрешили выпускать кровь, потому что нам кровь не нужна. Помните? Но мы рассказали одно условие. Мы сказали одно условие, правильно? Мы сказали, что это в случае, когда существенная боль. Правильно? Бимком цар. Мы сказали, когда занозы глубоко, когда занозы глубоко, и тогда есть большая вероятность, что выйдет кровь, тогда это разрешается сделать, когда у человека больно, существенно больно. И здесь не работает психрейша, и здесь не работает то, что... Это мы говорим, что это Малахашина Цехалькуфа, как вы правильно говорите, совершенно верно. И здесь, даже если будет здесь психрейша, в этом случае разрешили, поскольку мы говорим, что это прежде всего запрет мудрецов, да, он не намерен это делать, вот, и больно, существенная боль. Именно в этом месте это разрешили, а не в любых случаях разрешили, понимаете? Здесь мудрецы сказали, и это понятно, почему они сказали, потому что когда больно, он потянет, он может потянуть. Вот, мы здесь мудрецы сказали, что когда больно человек не будет регулировать, он не будет держаться, он сделаем. Вот, мудрецы сказали, что в этом месте мы не установим запрет. В других случаях, где психрейша есть, мы не разрешим это делать, потому что там нет царств, да, допустим, в случае, когда потеря имущества психрейша не разрешают. Психрейша не разрешает в таком случае потерю имущества. Был такой случай недавно. Дети открыли кран в школе и полилась вода большим количеством. Ко мне прибегают мои дети, говорят, что папа кран открыт, там все льется. Я прихожу туда, пытаюсь этот кран закрыть, крючок, крючок, он не крутится. Там лежит такой набалдажник, и мы говорим, что давай мы его оденем, давай мы его оденем, и поскольку там этот набалдажник, там у него есть свой кран, он как пробка сработает. Речь о том, что здесь я буду ляркив, то есть как сказать по-русски, собрать какой-то предмет, скомпоновать какой-то предмет, который разбирается, собирается. Это разногласия мудрецов, можно ли это делать, есть мнение, которые запрещают это делать. Но идет речь о потере большого количества имущества. Вода идет, она шла там с днем, и причем таком количеством сильный поток такой шоу. То есть будет большая потеря, убыток большой. Тем не менее это нельзя. То есть в случае потери убытков не разрешили нам делать, чтобы делать действие, которое будет присутствовать, запрет пусть, по крайней мере, запрет мудрецов, да, или будет псикрейшн, нет такого разрешения. Другими словами, видно, что псикрейшн не вывездают в случаях. Да, вы правы, что в случае больного, когда боль, здесь мудрецы сказали, что мы разрешаем. Но здесь это не так. Собрать книги, он не собирается, но тем не менее он делает это. Малаху, это псикрейшн, что-то произойдет. В таком случае псикрейшн мы тоже не можем разрешить. И он сказал, что действие, которое рассеивать кучу, либо собирать кучу, это тоже такое же действие запрещенное. Вот. Так что вы как бы приметите к сведению? Да, то есть в любой момент, когда я кучу из кучи, я ее исправляю. А как мы в темноте учили вынуть кофт? Мы об этом как раз говорили, вы совершенно правильно спрашиваете. Мы из темноты вынимали нас светлое и бросали. Ну да, мы тоже бросили. Вынимали, нужно было у нас внимательно. Но мы вынимали всю стол, на что он не может. Когда мы обсуждали, мы точно говорили, что можно и может он бросить. Это мы правильно говорили. Мы действительно обсуждали. Но вопрос в том, к чему мы в итоге пришли. Вспомните этот момент. Мы пришли к этому заключение в том, что именно этот момент разрешающий. Какой? Ну, то, что можно разбросать. Да. И взять то, что именно? Было такое разрешающее? Если у вас осталась еще таблица. Помните, я приводил в таблицу? Да, я не знаю, не таблица. У нас даже в экзамене это был, я помню. И мы разбросали. И в доме мы разбросали. И взяли то, что мне надо на виду. Смотрите, проверьте, проверьте. Дальше, хорошо. Взяли, не знаю, каким уже он. Что я с этой кучей делаю? Если взяли кучей, то вы просто смотрите. Теперь искомый предмет, который вам нужен, он вам виден? Да. Если он обиден. Вы тянетесь именно за ним. Цепляете только его. Да. И тащите его. Все. Хорошо, теперь. Теперь с этой кучей что? Набрадно. Какой кучей? В практике или что? То есть вы хотите сказать, что она святой, но можно просто ее вынуть на свет. Ее не надо разбросать. Разбросать? Нет. Вы можете ее бросить? Нет. Опять-таки, если с целью рассеять ее, нельзя. Если с целью рассеять ее, нельзя. А просто бросить? Ну, просто бросить? В чем проблема? А? Все равно рассеять. Нет. Еще раз. Если вы просто держите в руках, вы можете положить, вы можете бросить. Если вы когда бросаете, просто потому что вы делаете здесь, не с целью того, чтобы распределить. В чем проблема? Просто вы колете. Все это положил, все это бросил. У меня вот такая куча. Я не могу ее положить. Так, я ее просто бросаю. Здесь тоже. Здесь человек вообще не с целью. Он взял мнение, чтобы выглядеть. Он переложил. То есть, вы говорите, что если его бросание так и так может привести к некоторому рассеиванию кучи, то это тоже будет запрещено сделать. Да. Но это уже связано с тем, будет ли это психрейшн. Если я брошу эту кучу, она действительно у меня может немножко рассеяться. Вы правы. То есть, это наверняка произойдет, вы правы. Я слышу, что вы говорите. Согласен. Но если это просто куча, как я беру кучу, она бросает. Она как была, так и осталась. А если это же две книжки, она осталась. Как я их тогда беру? Да. А каждую? Два варианта. Либо просто брать каждую и класть на место. Это один из вариантов. Так это вообще получается? Почему? Я взял книжку, она… Вы имеете в виду, что я выбираю сейчас из кучи. Да. Я разбираю кучу. Вы правы. То есть, нужно… Нет, нет. Она правильно говорит о том, что если я беру из кучи, то я не могу взять даже самую верхнюю. Мы с вами говорили, поэтому… Даже самую верхнюю. Она все равно принадлежит куче. Даже самую верхнюю. Мы говорили в случае с яблоками, смешанными с листьями. Даже если я беру верхнее яблоко, я ее беру из кучи. Как только я беру из кучи, сразу я нахожусь в рамках процесса отбора. Значит, получается, я тоже на нее взять и использую я. Стамерение использую заранее. Получается, нет другого варианта. Нет. Нет другого варианта. А если не читать? Нет. Если не читать, то здесь проблема. Опять-таки, если они находятся в куче. Только все время говорим о том, что они находятся в куче. А, если они не ровно лежат… Вот так. Я показал сам такую примеру. Принцип костра. Вот так. Это не куча. 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 Да. Да. Удобнее, но чтобы не тащить каждую по отдельности. Да ты точно делаешь слои. Но слои не является кучей. То есть, дело, у нас проблемы с отбором только когда у нас куча. Это не куча. А если кучу я беру по одной и отношу. Вот он все делает, что нужно для этого применить. Потому что куча говорит сразу отбор. Красный свет – отбор. Я отбираю сейчас. Значит, я должен обязательно отбор, 9 принципов отбора. То есть, я беру что-либо из отбора, даже самую верхнюю, применяю ее. Понимаете? Белье, тыảnçek, оvolерешь верхнее. Все получается. На какнюю клуб apoyo? С белье, с белом, вообще это, это проблема, потому что, допустим, в шаббат, если вам это нужно делать, Вы вверстика знаете, что вам не нужно все это. Каждая белье сейчас применять, правильно? Положить на полк не называется, применять. Вот. Положать, только брать нужно, то что… Может быть, такой еще момент, вам нужно указать, что я могу. Допустим, что мне нужно искомое в куче находится, так? Оно не находится непосредственно, видно. Так? так я могу сделать движение какое я отодвигаю не разбирая кучи отодвигаю не разбирая кучи увидел то что мне нужно и потянул так не разбирая кучу когда не разбирая кучу мы говорили с вами стучка допустим корзине находится так я отодвигаю допустим корзине то что мне нужно и потереть то что потянуть то что я двигаю то что мне не нужно не вытаскивая из этого и вытягивать что вот это в таком случае можно сделать так это первый момент хотел вам сказать следующее да второй вопрос тоже спросили из того же сочника собственно говоря про трехколесный детский велосипед без цепи который знаете самый 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 простенький вот мы говорили о том что когда у нас есть допустим это велосипед это с цепью с цепочкой так даже если он небольшой двухколесный вот то с ним не заедет шаббат даже сидит речь о детях это нельзя делать самокат мы тоже говорили что подходит под эту категорию но уже по другой причине то что не по другой причине мы его запрещаем принципе нет ничего там запрещать там никакой цепочки нет вот но поскольку катаются взрослые дети такое бывает то его тоже запрещает мы сказали в какой причине называется удин ты хоть так применяют этот предмет будни и дни так поэтому мы делаем на ком детском о обычный раз который без цепочки вот вопрос там можно нельзя мне сказали так что мы видим что вроде уходим их семьях как бы это не делает вот я бы я спросил этот вопрос урал он сказал что это можно это называется он говорит назвал это это велосипед домашним 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 дома тоже на нем гоняет это не успеет который вот поэтому он сказал что это успеет он без цепочки это без проблем тоже нужно так до подходит саму категорию теперь следующий момент на другом уроке вот мне это сообщить такую интересную вещь я рассказывал про всякие занозы про всякие нарывы которые нужно прокалывать вот как вы с ними работать то есть то что мы обсуждали как раз на прошлом уроке вот и мне люди уже в преклонном возрасте то есть который это пример не раз они два не три они сказать такой момент вот я когда говорил каждый из конкретных этих тем они не говорили если сделать горячую ванночку так вот и допустим если там нарыв какой-то поместить в эту самую ванночку пропарить пропарить то гной сам выходит этом же уроке сделал врач сделал врач вот никаких возражений как только там что-то говорится не так он всегда возражает я вас уверяю он не дает спуску когда говорится вещь который против медицины здесь он молчал как бы как бы тем самым подтверждает как бы это самая вещь то есть так не сказать чтобы мной проходит один человек сказал подтвердили другие его слова да 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 так мы знали мы применяем точно точно так происходит вот по местным в этого права конечно горячую ванну нам да вот и более того я уже думаю хорошо этот момент но в отношении занозы что в отношении занозы вот так мне сказали то же самое начал рассказывать как нужно прокалывать такое говорят не нужно ничего это делать поместить в эту самую ванночку так даже если заноза находится глубоко она так сказали причем несколько подтвердил что она сама выходит без ничего без чего но главное чтобы она была горячей невероятная вещь и причем говорили уверен несколько людей ну и мне кажется мне кажется по крайней мере пока не выйдет пока не выйдет вот и и это и это поразительно потому что здесь никого забрета нет есть на что я сомневался есть здесь проблема с точки на того что делать так здоровый человек помните всегда это правило параметр параметр что когда мы можем делать эти действия если так делают здоровые люди не просто расширяется получается каким-то образом выталкивать занозу да ну почему плывет в ту сторону не в эту сторону вот если что этот прежде всего у меня был вопрос ну как бы ванночку горячую ванночку выпаривания это здоровые люди делают зачем делать это вот но это я бы сразу сказал что что это выглядит как будто он охлаждается игру ровка кислорода охлаждается у него пар идет это не он говорит пара конечно это неправильно парам все-таки это не такой степени но когда просто есть горячая вода парни идет горячего на горячего да вот то просто ему хочется охладить по пальцам руки а это выглядит немножко странно что он так охлаждает местным образом ничего страшного ничего страшного это уже может человек подумать о том что он занимается охлаждением вот и это разрешается я вас скажу такой момент морав бейтся на тракт отбейцы про законы это ем того там говорится о том что как бы человек когда нужно пойти тему это мигу шаббат а у нас запретили там это прогресс полностью воду на это говорит мара в том что он выглядит как будто он просто ему жарко он хочет охладиться тогда тогда два спрашивает а если это будет делать в этом воде грязный который плохо пахнет там как тоже охладиться решил он говорит бывает такое бывает человек приходит дороге ему жила выпускает вода быть никакая но главное чтобы немножко прийти в себя бывает такое что делается можно ли делать ванночку того чтобы охладиться полностью погружаться воду чтобы охладиться случаях да это человек есть такого мнения действительно что когда человек называется мистер не знаю как русский сказать которому плохо то есть лучше это разрешает я не буду говорить потому что эта степень мистер она 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 как бы требует своего определения то есть как бы нужно чтобы человек получил такое разрешение отрава что его случае подходят подходит такой случай тогда можно это делать это не не просто так вот борода даже говорит там надо зимой это сделать зимой 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 это сделать как бы охлаждается зимой это замечательно вот тем не менее все это принимается все это принимается то есть что и в другим слоям мы учим что даже если это выглядит странно но тем не менее можно так это к этому отнести так это объяснить на само явление что он погрузил туда в эту или ногу в эту ванночку это разрешается получается у нас есть кошерный способ каким образом можно удалить я не уверен что дети бы согласятся на такое рода лечение да она черная иголка чем на иголку на горячую воду но при этом при всем это безусловно никакие это материалы которые дезинфицируют допустим это нельзя делать погружать то есть просто вода не более того не более того не более того каким отпустим это можно сделать теперь насчет спирта смотрите как раз имеем к теме сейчас перейдем более конкретно в общем теперь будем говорить конкретно начнем с того чтобы не про на сказано порезал за человек так взрослый ребенок порезался есть это глубокий порез мы с вами говорили о том что это опасность для 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 жизни здесь есть по крайней опасность заражения глубокий порез и там кровь идет существенно так то это уже относит категории опасного ему если это порез не глубокий полился то сказать что здесь уже есть это самое разрешение применять все средства которые чтобы его чтобы спасти человека это трудно трудно консифицировать его как опасно больного вот в таком случае это не опасно больной это называется просто больно тоже называется михуши больно вот и таком случае нам не решать сделать лечение не разрешается делать лечение вот и у нас есть два момента прежде всего можно ли остановить кровь вот и второй момент если можно остановить кровь можно ли каким-то образом обрабатывать эту самую рану небольшой детки подчеркиваю порез небольшой небольшой так значит прежде всего можно и там оставить кровь основать кровь так но нам очевидно что ты можно как же как как же не остановлюсь и так вот но таки надо знать почему это плохие можно сделать да потому что сам по себе остановка крови не является причине остановить кровь называется лечить так да это во первых то то есть допустим когда там не про сказано там сильная кровь то нужно перетянуть так передать передать быстренько это чтобы признать это то что кровь течет так пережать с каким-то жгутом жгутом вот это то что можно делать закрыть рукой там слайда вместо сковородят кровь подставить под кран воды да все эти варианты они до разрешается делать так насчет перекиси водорода которые применяли мне кажется в россии да ты таких случаях я пока не знаю не знаю что вам сказать поэтому я не сумел бы найти то что поэтому написано может это довольно такое несовременное средство ли вы понимаете что лечение вот и какой имеет эффект имеет ли он эффект стягивающий либо нет сейчас в конкрет скажу вот поэтому не могу сказать вот но следующий момент допустим я остановил кровь так допустим как мы остановил и кровь под краном все равно продолжать идти я не могу определить насколько глубокий поэтому сомневаюсь можно ли мне здесь делать уже существенное нарушение субботы я не знаю вот на кровь не пристать идти под краном не помогло рукой зажимая не могу сильно держать таким образом вот в платочку оторвать можно нельзя нельзя почему какая проблема здесь куры да здесь нельзя это разрывок как могу разрываем так это нельзя разрывать так это нельзя делать чтобы не делать что можно здесь придумать взять салфетку да что там платок материя материя то теперь вот здесь здесь момент такое что когда у вас есть вариант платок либо салфетка лучше взять салфетку почему уже дать салфетку всегда да всегда сразу должен сработать момент то что одноразовая вещь с точки зрения когда мы делаем одноразовую какую-то работу это проще потому что это называется я совершил работу на вещи которые я выбрасываю знаете многоразовую вещь как допустим какая-то материя человек может салфетка вот так вот если я закрою салфетки не поможет без салфетка тоже не перекроет посмотрите я просто хочу сделать я слышал я слышал что что говорите вот но в любом случае если человек уже будет думать что мне сейчас прежде всего взять взять салфетку либо матери лучше пускать на салфетку опять какую салфетку возьмет цветную да потому что белая салфетка так это мы называем что есть проблема с кара накрашивания и уж тем более окрашивается материя материя это вещь которая окрашивается и по многим закону учителям это запрещено делать из радужным и нужно это окрашивание это кровь кому нужна кровь на материи но тем не менее с точки зрения запрета малахи окрашивать материя здесь проблематично говорили по поводу что там вытирает губы после того как покушали там клубнику свеклу и тогда это подобная проблема так теперь так вот после того как мы действительно остановили кровь и либо по крайней мере зажали зажали вот теперь я хочу наложить пластырь так хочу наложить пластырь на это место у пластыря самого если самая подушечка которая будет зажимать так чтобы не не тепло так вот мы с вами начали остановить на прошлом уроке говорили о том что как него порвать напомню два мнения не хазаныш который говорит что принципе нужно порвать так чтобы это пакетик перестал быть потребимым то есть просто разорвать его так что чтобы невозможно было ни к нему больше его применять тогда можно поменять даже по букву пройтись вот но по мнению рашлому за новых а до буквы стараться не это не открывается тебя заметил пластырь по крайней мере которые находятся нас дома там полно этих надписей там не знать можно пройтись так чтобы эти надписи не задеть вот такая полоска вот и не там крупные буквы там всякие надписи пройтись по ним это за вы страны не такая разница я рву так что меня в обе стороны можно можно если можно если может то можно вот теперь смотрите допустим нам удалось порвать правильным образом достаю пластырь теперь на пластырь мы сказали что у нас есть пленка которая предохраняет от засыхания так вот поэтому заранее всегда важно чтобы некоторые вещи всегда дома готовы примеру если у вас есть бит так чтобы им перед перевязать чтобы у вас был готовым разорваны то что был какой-то кусок которого зло приготовлены всегда дома есть что в домом были а да просто их раскрыть а за скрыт готовы бинты просто раскрываю все прекрасно вот в любом случае что был к таких готов моменты дом это очень хорошая вещь еще соседкам подругам сказать что если что наведите вот салфетки цветные чтобы тоже были дом так вот теперь если на пластырь нужно нужно работать так то прежде в эту пленку заранее ее приготовить то есть один раз содрать и снова наклеить да вы сказали и самый последний момент который особенно важный когда мы будем его накладывать сам пластырь так то допустим это на и сидят на пальце нельзя его накладывать так чтобы у меня получился пластырь на пластырь так это постараться чтобы у вас получилось так когда вы будете прямо на 100 пластырь на кожу и на кожу так чтобы они сняли с друг другом а соединялись кожей прикреливаясь на самой коже ну что приблить на кожу она гораздо более проще с точки зрения решения суббота до потому что накладывание пластырь это склеивать склеил не называется в разделе фера то есть сшивание это называется это приводная от сшивания так сшивания на человеке это это бы разногласие мудрецов вообще не запрещено сшивание человеке делаете не вы поэтому это проще когда мы делаем такое сшивание это шивание классическое связано что она у меня временный не нужно это надолго тем не менее это это вещь запрещенной в смысле запрещенная вот поэтому важно это сделать вот так вот то есть сделать это как 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 знаете как ленточка типа вот так вот так это даже не пластырь теперь если мне нужно это самое место обработать есть обрабатывать средствами которые имеют только дезинфицирующий эффект нормально это можно делать но если у меня есть средства которые имеют и дезинфицирующий эффект и лечащий эффект что такое лечащий эффект это когда у меня ранка стягиваться будет до моря шелуха на руки приводится о том что раньше все время использовали вино вино она дезинфицирует но при этом не стягивает а вот уксус уже нельзя было поливать потому что он стягивает между группе же том числе и так это сильно алкоголь тоже относится к этой категории что они стягивают они поймут имеют лечащий эффект понимаете печально ваш вопрос как раз не медленно эффект то есть они стягивают кожу что в 1 1 йод йод можно йод действительно можно это написано так можно есть такой дерматол известная такая такая типа пудры пудры лечебные пудры ничего не лечебная ами такой дезинфицирующей пудры и и тоже можно применять вот но в том сидел уже проблема что в израиле в качестве йода использует поле один это то что нас называем йодом и то что в израиле называется поле один этот поле один имеет лечащий эффект и его нельзя наносить шаббат поле один это шаббат йод в россии на спирту смотрите есть там есть количество спирта которая не имеет вот такой вот стягивающими небольшой такой не сильные то это нет проблем вот вопрос написать как бы там там надо знать сам поле дина прямо написано о том что он имеет такой такой такой-то эффект лечь эффекта написано вот поэтому я спросил вопрос урал знаете вот не ответил сразу чем это можно сделать вот можно можно делать что мы говорили допустим то же самое поле один который нельзя принципе да на саму ранку нельзя но рядом с ранка что в стекло это можно рассказал что галактически салатичка только с точки зрения это нет проблем можно сделать он не знает насколько это эффективный момент с точки зрения лечения не то что кажется выпадет мазь но мазь не потечет но вы на саму ранку получите рядом а я нас течет это интересно кстати вы хороший момент вы говорите о том что я положу ряда просто такое количество что когда она так она у меня это в ту сторону пойдет да но посмотрите что получается когда вы говорите про мазь который сам по себе довольно такая густая и получать когда будет накладывать вы ее размазывайте давайте просто а просто выбрать ее просто расплющиваете то же самое по идее да по идее размазывать нельзя но просто правильно размазывать ее нельзя мы говорили в отношении малыша когда пусть меня раздражение на воде бродяных местах так можно не просто так выжить чтобы она капнула на это место и потом просто закрою подкупать подкупать музыки он уже как бы своими движениями сделала на же самого да да это налить рядом него не на саму ранку а возле нее чтобы на стекло в эту самую ранку это можно делать это можно делать пожалуйста мы говорили мы говорили по этому поводу да да мы говорили мы поднимали эту тему я говорю я сказал это вскользь в конце урока вообще думаю жена все это расскажет момент я скользь сказал об этом может это не совсем заметно прошло вот но мы как раз поднимают вопрос нужно да да это тоже нужно заранее то есть подробно как бы этот вопрос который вы спрашиваете можете просто после урока спросить и получать мы говорили на уроке в конце об этом теперь следующий момент мы его таким образом уже расклеиваем но по идее как бы такой должен приготовить заранее это проблема и стоп ну да принципе дайте всегда быть первый раз потому что каждый моток это этот виток это первый раз проблем до проблемы первый раз расклеивать эту проблему нужно вы заранее к бы вы и размотать или снова смотаете за готовить такие вещи нужно подготовить заранее но много про газа смотать смотрите и потом да ну а потом если у вас мотком таким образом разрезать получается или как нет опять-таки что мы делаем когда нужно разорвать это это малаха так вот теперь это малаху которого с . там разрешается и сделать то есть допустим сучка можно прибыть у нас нет другого варианта говорить допустим не нужными на этот момент вот и я должна сделать малаху малаху мне запрещено делать запрет торе разрешается сделать только в отношении опасно больного допустим или который консервируется как опасно больной глубокий разрез так далее подобное тогда я это могу применить и тогда безусловно я должен сделать это правильно это сделать зубами хоть заметьте еще один момент это когда мы говорим про измененный способ всегда отдавать предпочтение то что можно делать зубами лучше всего делать зубами то есть когда вы можете а там у стим левой рукой они правы так либо там так зубы это очень хорошие изменения опять-таки вот но все-таки когда уже нужно делать изменениям зубы это хороший так допустим раб шайнберг и зерно и врахам уголю так что когда-то раза бы забыли расклеить этот сам пластырь но вот сейчас нужно сделать но нет нас расклеена что-то теперь делать он говорит зубами раскрыть раскрыть зубами так теперь да вот как раз я хотел этот момент рассказать то что все что мы с вами сейчас говорим все эти моменты то что мы называем больно там кровь и ставить все эти моменты которые сейчас сказали в отношении детей поскольку они относятся категории не опасно больного под этого тебя подходит то для них получается что даже вот маленький порез да там можно принципе уже на рамках полить на саму ранку полиции потому что он не опасно больной не опасно больной разрешает всего лечить и поэтому сама по себе лечение уже непосредственно я могу это сделать вот и сам последним году это сказать в отношении ушей не знаю можете говорил это вот вставлять ваточку в ухо это можно а заранее но я у вас уверяю вы вы готовите здесь такую шабатнюю коробочку теперь это страшно можно ли под допустим масло на нее это палец чтобы так это вопрос да так вы сделаете так и но главное не с ручки низко не скручиваете ее и сворачивается ее как 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 фитилек это неправильно делать неправильно делать а просто вот как она есть да и уставить лучшим что-то готовить урок нет проблем вы это вы это подали очень эту ценную мысль что если у вас есть такая шабат не аптечка это замечательно это замечательно более того такой гмах вообще это прекрасно это прекрасно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...